Добрый день! С вами портал Богопознания. И сегодня мы поговорим о технической стороне нашего служения. А конкретно о тех задачах, которые мы пытаемся решить, цели, которые перед собой ставим для того, чтобы послужить вам. Начиная с 2013 года, когда мы начали этот проект, у нас было три основных задачи. Это найти, отобрать хороший, качественный духовный материал, построить какую-то структуру, какие-то технические ресурсы для организации этого материала и организовать удобную раздачу этого материала всем желающим. Говоря о конкретных задачах в деталях, поиск и отбор шел по специфическим темам. Это Богопознание, Самопознание, Семья, Церковь. Эти темы, в принципе, вам известны. Они в категориях на наших ресурсах. Но техническую задачу, которую мы пытались решить, это задача, проблема, вернее, массовости материала или ресурсов публикации на интернете. Мне кажется, на сегодняшний день интернет замечательный ресурс, но он превращен в некий хаос, потому что материала очень много. Каждая церковь на сегодняшний день создает, и любой желающий создает. И темы разные, и источники разные, поэтому тяжело найти что-то специфическое, особенно на тему того же Богопознания, Самопознания, потому что часто поиск дает не тот результат, который хотелось бы. Поэтому проблема заключалась в том, что качество далеко не всегда равно количеству. Таким образом, мы поставили перед собой задачу найти хороший материал, искать его для себя и для всех желающих. То есть, из этого нашего хаоса мы пытались отобрать материал на различные темы и отправить его в наши структуры, на наши виртуальные полки. Второй задачей была организация материала. То есть, вот эти виртуальные полки, о которых я уже сказал, эти ресурсы нужно было как-то организовать. И мы это делали и реорганизовывали несколько раз, с разным подходом. Часто там что-то менялось, та же библиотека пару раз менялась. Но на сегодняшний день, я думаю, что мы закончили с организацией. И, в общем-то, неплохо получились эти полочки. Я думаю, что они удобны для использования. Но об этом в деталях мы поговорим чуть позже. Как это выглядит на сегодняшний день наш портал, вот примерно в таком формате. Вот такое количество ресурсов мы создали, набрали, развиваем. О каждом из них мы поговорим больше, объяснив вам, в чем суть и как этим пользоваться. Третья задача, как я уже сказал, была раздача. Раздача материала, потому что недостаточно иметь материал, нужно как-то о нем сообщить желающим, нуждающимся, потому что материала много и, в общем-то, нужен облегченный доступ, поиск. Поэтому мы занимались также организацией раздачи через рассылку, через подписки. И об этом мы поговорим опять же в деталях позже, когда будем рассказывать вам о ресурсах портала. Примерно так у нас организована раздача, но это объясним вам позже. Таким образом, из хаоса или неразберихи, которая существует на сегодняшний день на интернете и будет только увеличиваться, у нас есть структура для вас, которой вы можете пользоваться. Я не говорю, что интернет плох. Каждый желающий может там искать и продолжать искать, и у каждого свои интересы. Но если вам интересен какой-то конкретный материал, он на практически духовной темы, то мы будем рады вам помочь вновь нашим порталам, вновь созданными ресурсами, чтобы Господь вас благословил. Говоря в общем, подводя итог этой презентации, говоря в общем, наша миссия была и остается найти информационные ресурсы, отвечающие на практические вопросы, современные и актуальные, отправить их к нам на обработку, обработав их, выдать вам, отдать их вам, по возможности сделать это качественно, доступно, даром, таким образом послужить Христу и всем, кто его ищет. На этой презентации, я думаю, нам достаточно было объяснить эти три задачи и следующие задачи мы обсудим в следующей презентации, потому что идея моих презентаций, она в краткости заключается на то же, чтобы вас не обременять и не тратить ваше драгоценное время. Да благословит вас Господь, пользуйтесь нашими ресурсами, мы будем рады, если они помогут вам в возрастании, в духовном возрастании и в поиске нашего Господа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok